Наша надежда, ну понятное дело, что наша надежда, что вся эта ситуация вокруг храма нашего, храма Христа Спасителя, она разрешится благополучно. Нам всем непонятно, зачем все это делается. Я считаю, испытывается вера наша. Мы уверены, наши братья и сестры уверены в победе. Надежда, что наконец-то придет свобода, что закончатся все эти суды, и наконец-то мы сможем спокойно славить Господа в нашем храме. Богослужение проходит каждое воскресенье в 11 часов на улице под проливным дождем в трех метрах от здания церкви. Такое объявление звучит по меньшей мере странно, но только не для церкви «Слово жизни» в городе Калуга. Уже больше месяца собрание вынуждено проходит под открытым небом. На протяжении 20 лет епископ Альберт Раткин и общины евангельских христиан «Слово жизни» ведут судебные тяжбы. Однако есть все основания полагать, что 2020 год может стать переломным в судьбе общины. Статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу совести и свободу вероисповедания. Это в теории, а на практике довольно часто религиозные организации простые верующие сталкиваются с массой проблем. В рамках проекта «Свобода-28» эксперты Славянского правового центра совместно с Институтом верховенства права посещают некоторые регионы Российской Федерации, в которых сложилась наиболее тревожная ситуация. И первым в списке стала Калуга. Здесь вопиющая ситуация с церковью. Сегодня богослужения церковь вынуждена проводить на улице, хотя у них есть здание, вот мы сейчас стоим, это здание церкви, храм Христа Спасителя, кафедральный собор. Однако двери опечатаны приставами. Приставы приезжали в прошлый раз уже с группой быстрого реагирования для того, чтобы обеспечить безопасность приставам от возможных каких-то волнений со стороны прихожан церкви. Однако, конечно, никаких волнений нет. Сегодня церковь вынуждена проводить богослужения под открытым небом. Сегодня здесь был дождь, но верующие стояли, молились. Конечно же, это какой-то нонсенс сегодня в нашей стране, в правом государстве, где гарантирована конституция свободы вероисповедания. Видеть такую ситуацию, как минимум, это странно. Проект «Свобода-28» – попытка обратить внимание органов власти, экспертного и религиозного сообществ на проблемы в религиозной сфере. За исключением некоторых резонансных дел последних лет, системные правонарушения в ряде регионов остаются вне их поля зрения. Институт Верховенства права проводит мониторинг нарушений права на свободу вероисповедания, по результатам которого эксперты смогут сформировать необходимые практические рекомендации и выработать механизмы противодействия порой откровенно неправомерному применению закона. Просто хочется обратиться и к руководству области, чтобы проявили просто здравый смысл. Вместо того, чтобы поддержать, вместо того, чтобы помочь церкви, даже исправить, может быть, и там действительно есть какие-то технические недостатки, вместо того, чтобы помочь и поддержать, вот, и власти, которая, казалось бы, должна поддерживать какие-то гражданские инициативы, вместо этого идут такие карательные, запретительные функции. Я считаю, ситуация должна быть, конечно, исправлена. И мы с моей стороны, и Совет права человека, и наше адвокатское бюро Советского права и центра предпримет все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию. Несмотря на многолетнюю усталость от действий судебных органов, пастор и служители церкви смотрят на сложившуюся ситуацию довольно оптимистично. Посреди собрания перестал идти ливень, и засияло яркое солнце. Так и судебные тучи обязательно рассеются, и больше ничто не будет мешать служению Богу и людям. Строимся, развиваемся, мешают, не дают чего-то, но мы не унываем, потому что, ну, нельзя руки христианам опускать. Церковь выжила еще в более худшие времена. Надеюсь, что и это все пройдет, все забудется. Благодарим всех, кто поддерживает нас, кто молится за нас. Это ощущается, вся страна знает, многие пастора удивляются, приходят и говорят, как такое возможно? Да не только пастора, вы не представляете, сколько в городе выходит бизнесменов, которые сталкиваются с несправедливостью. Говорят, ну, если вы 20 лет судились, то это значит, возможно. Возможно. Возможно делать все правильно, все по закону, не нарушать ничего. И вся эта ситуация, она объединила церковь в молитвах, в постах. Очень много молитвенных ходатайев поднялось, которые пробиваются, прорываются во всем этом, посвящают свое время молитве, столько, наверное, сколько они молились до этого. Я, как молодежный пастор, могу заявить, что даже молодежь сопереживает во всем этом. За счет этого люди, за счет того, что они приходят на все дневное заседание, за то, что они вникают во всю эту жизнь, то, соответственно, их молитвы, они... Мы с детьми молимся утром, они молятся за церковь, вечером молятся за церковь. И так же в каждой семье происходит. И каждый человек, он уже сопереживает в церкви и постоянную поддержку молитвенную оказывает. Информационное бюро «Спектр» Калуга.